В акции «Протяни руку жизни» приняло участие 67 человек. Забор крови был осуществлен на 58. Оставшиеся 9 не были допущены до кровоотдачи по медицинским показаниям. Таким масштабным день донора еще не был. На призыв общественников одной из первых откликнулась Татьяна Одинцова. Сегодня, благодаря нашим усилиям совместно, мы делаем добро для всех, кому нужна наша кровь. Это необходимо. Управление образования стало самой многочисленной командой, которая пришла в этот день в отделение переливания крови. Педагоги, как никто другой, понимают важность подобных мероприятий. Нас предложили директорскому корпусу. Ну, рассчитываем, пришли, конечно, почему бы и нет. Тем более, сами мы, женщины, знаем, что бывают разные ситуации, когда нужна кровь, и очень быстро. Так как мы все-таки здоровые люди, нас проверяют все время. Поэтому я считаю, что это очень хорошая акция. Это уже третья по счету акция в этом году по сдаче крови, которую проводит общественная палата. Приятной неожиданностью для всех стало участие в ней воспитанников студии ЗО молодежного центра «Оазис». Дети нарисовали холсты, на которых призвали взрослых активно вступать в донорское движение и регулярно сдавать кровь. Самое главное, что это приносит колоссальную пользу тем людям, которым эта кровь необходима. Вот, вы знаете, здесь стоит такое большое количество людей, все группы разные, а в жизни же никогда нельзя предсказать, кому какая кровь понадобится. Я считаю, что эту акцию нужно проводить, опять же, первое, по состоянию здоровья. Каждый должен сдавать именно по показаниям. Для некоторых ребят донорство не пустое слово. Они когда-то тоже остро нуждались в крови и ее компонентах. Именно поэтому писали картины с особым чувством. Мне, конечно же, хочется помочь людям, и я понимаю, что этим я смогу их сподвинуть это сделать и вложу свою душу в это. Я сама попадала в такую ситуацию, что мне нужно было делать переливание, и мне это оказалось очень близко, и я очень хотела в этом участвовать. Все работы, которые написали дети, переданы в дар отделению переливания крови. Они украсят стены станции и всегда будут напоминать взрослым, насколько важно сдавать кровь. Я предложила детям, и они, естественно, все в один голос сказали, что мы хотим поучаствовать. Мне кажется, что очень важно раскрывать такие социально значимые темы с детьми и рассказывать им о том, насколько это важно, и чтобы дети тоже принимали участие в подобных вещах, привлекали внимание взрослых, потому что они это делают искренне и от всего сердца. Деньги от сдачи крови каждый мог добровольно пожертвовать на лечение Денцовского мальчика Евгения Москвина. За день было собрано 11 814 рублей. Сейчас мальчику требуется стоматологическое лечение под общим обезболиванием в Солнцевской клинике города Москва. К сожалению, в обычной стоматологической клинике ребенок пройти лечение не может, потому что у него очень хрупкие кости. И если, не дай бог, какое-то движение неловкое врача, можно сломать руку или ногу ребенку. Акция «Протяни руку жизни» будет проходить каждый квартал. Все, кто по каким-то причинам не смогли прийти в этот день и сдать кровь, могут это сделать каждый вторник и четверг с 10 часов утра. По адресу Можайское шоссе 55 отделение переливания крови Оденцовской центральной районной больницы. Нас поддерживает не только администрация нашей больницы, но и администрация района и все общественные движения. Сегодня активно участвовали и общественная палата, и представители «Единой России», за что им огромное спасибо. А что касаемо нашей администрации, что тоже очень мы признательны. Понятно, что это общее дело. Ольга Александровна, наш руководитель, будучи самым оперирующим доктором, она прекрасно понимает, что такое кровь, что такое компоненты крови, и какая потребность и надобность в этом деле. Это очень хорошо, когда есть такое взаимопонимание, тогда нам и проще работать, потому что у нас, благодаря нашей администрации, одно из самых передовых оснащений в области. Поэтому мы можем принимать донора в вообще большом количестве, потому что у нас и холодильное оборудование, и морозильное оборудование, и вообще все оборудование для переработки компонентов крови в достаточном количестве, и самое передовое. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.